Ну привет! Ты на канале Мира Ашет. Здесь мы вяжем и шьем интересные и необычные вещи. Сегодня мы будем вязать вот такую кофту-сетку. Она с дырками разного размера, ну и в целом очень крутая для лета. Погнали! Начнем. Первым делом нам нужно размотать моток достаточно много. Ну вот видите, да, сколько у меня. И набрать 40 петель. Вот нитка, вот моток, вот конец нитки. Кладем на палец, на этот палец и вот этими держим. Берем спицы. Здесь можно вязать и прямыми спицами, просто у меня нет прямых 12-х, поэтому круговыми. Берете. Берете. И вот так. Здесь получилось 2 петли. Только вот в первом наборе 2 петли. Дальше вы набираете по такой же схеме. Там уже одна получается. Сейчас еще раз посмотрим. Получилось 2 петли. Все. Дальше вы набираете точно так же. Нам нужно набрать всего 40 петель. Я вязала на разные размеры. На размер S, на размер L. 40 петель. Они везде сидят хорошо, то есть, мне кажется, это оптимально. Вяжите первую 40, а там уже дальше будете редактировать. Она у вас будет свободная, оверсайз. Ну, как вот на моем видео. Такая же она у вас и будет. И старайтесь набирать их не очень туго, чтобы у вас низ не был стянут. То есть, посвободнее прям максимально. Вот я набрала 40 петель. У меня остался кончик достаточно большой. Вы его просто завяжите как-нибудь. Ну, не туго, а чтобы потом развязать. Но, чтобы вы его не спутали в процессе вязания с этой ниткой. Все вязание делится ровно на 2 части. То есть, у нас будет всего 2 вещи, которые мы должны делать, чтобы связать такую кофту-сетку. Первое. Это вязать обычной вязкой. Вы снимаете первую петлю. Она всегда снимается в любом ряду. И дальше вы подхватываете вот эту петлю. Сзади ниточку. Вытаскиваете. Подхватываете петлю. Вот она. Ниточку берете. Вытаскиваете. Подхватываете петлю. Ниточку берете. Вытаскиваете. Все. Вы вяжете только так. Но теперь вопрос. Как же нам делать дырки? Дырки мы делаем с помощью накида. Накиды это вот такие. Вот просто. Раз. Два. Три. Можно делать либо один накид, либо три накида. От этого зависит ширина вашей дырки. Как они выглядят? Вот этого дырка в три накида. Вот этого дырка это три накида. Вот этого дырка это два накида. И вот это вот. Вот она видите? Чуть шире, чем все остальные. Это один накид. Я делаю на вязании обычно одну большую дырку в три накида где-нибудь сбоку. Ну, либо на груди, допустим. Несколько с двумя накидами. И уже по всему полотну самому, чтобы оно не было вот такой ровной штучкой, я их разбавляю вот одними накидами. Они и здесь есть. Просто когда вяжешь, надо потом вот так растянуть будет. Их не видно сейчас. То есть вы поняли примерно, как выглядят эти накиды по ширине. Чтобы не потерять эти накиды, нам нужно их обозначить. Вот я беру две белых ниточки, одеваю одну. Делаю тройной накид. Раз, два, три. Просто прокручиваю вокруг нее. И одеваю сразу после него. Он у меня накид получился между двумя этими белыми штучками. И дальше я вяжу так же, как мы и вязали. То есть вязание само только такое. Вот, подхватили. Подхватили. Туго вязать не надо. Вяжем слабо, чтобы она вся была свободная, красивая. Провязали чуть-чуть. И делаем опять накиды. Сколько делать накидов? В каком месте делать накиды? Вы смотрите сами, как вы хотите. Я все широкие накиды в основном начинаю прямо с этого первого ряда. Вот эти вот. А накиды в одну петлю и иногда в две петли я делаю уже где-то рандомно по самому вязанию везде. Мне так нравится. Вы можете, как хотите. Вы можете с самого низа вообще не начать. Либо начать все с самого низа. Либо одну... То есть вообще без разницы. Это всегда получается красиво. Вот как бы я ни вязала, что бы я ни придумывала, в итоге все прям клево получается. И накиды не обязательно ввести до самого вверха. Вы можете его до суда провести. И закончить. А потом начнется опять обычное вязание. Либо только здесь делать эту дырочку. А вокруг все будет ровно. В общем, сейчас увидите. Давайте мы провяжем этот ряд. Значит, вот у нас тут три накида. Три мы провязали. Сейчас еще одну сделаем. Давайте сделаем двойной накид. Вот я одеваю салатовую. Прокручиваю. Раз, два. И одеваю, чтобы не потерять. Если у вас нету пряжи другого цвета, вы можете обычными нитками это сделать. Можете, конечно, купить и пластиковый разделитель. Но мне как-то не знаю. Так комфортно. У меня пластиковый постоянно ломается. А эти разделители у меня из вязания в вязание со мной качуют. И все нормально. Я сделаю, наверное, на нижнем ряду где-то 4-5 дырочек. То есть не 4-5 накидов, а именно 4-5 таких секций. Вот. Провязала еще чуть-чуть. Делаю еще двойную. Вот. Раз. Два. 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 Здесь вам не обязательно повторять за мной. Я тоже первый раз, когда вязала, переживала, что вдруг некрасиво будет дырки. Как-то так будут. Вот действительно, каждый раз, как бы я ни вязала, где бы я дырок ни делала, всегда круто выходит. Смотрите. Все мы вяжем вот так. А последнюю нашу петлю мы провязываем по-другому. Мы кладем наоборот на перед сюда ниточку. И вот в нее засовываем саму петлю. И нитку через нее вытаскиваем. Всегда так закрывается на любом ряду, где бы вы не были. Вообще в любом вязании, чтобы вы не вязали. Первая петля всегда просто снимается. Вторая петля закрывается, как я вам сейчас показала, изнаночной. Сейчас на этом ряду я вам покажу, как мы провязываем наши накиды. И все. Дальше в целом можно смело вязать. И делать дырочки на любой высоте. Вот. Давайте мы провязываем. Как и вязали. Также первую сняли. Эти мы вяжем. Вот, допустим, я захотела здесь еще сделать дырочку. Я беру еще два маркера и делаю все то же самое. Вот. Один. Два мы накрутим. Можно было бы один, конечно, накрутить. Вот мы довязали. Снимаем нашу петельку. И вот наш накид. Мы его чуть-чуть, ручка берем, чтобы было удобнее. Него. И провязываем. То есть просто вяжем, как и вязали. И вот наш второй накид. Мы его берем. Как вязали. Все. Нашу петельку мы переодеваем. И вяжем дальше. Сейчас я провяжу этот ряд. А на следующем ряду покажу вам, как распускать этот накид. И что у нас в итоге получается. То есть вот мы вяжем. Слабо вяжите, туго не надо. Это все будет красиво. Провязали. Поняли, что тут из этого накида. То, что он может перекоситься. Вяжем дальше. Я провязала чуть больше рядов. Потому что на одном вам не было бы видно. Я довязала до разделителя. Снимаю разделитель. Снимаю петельки. Две, которые между разделителями. И снимаю этот разделитель. Все. Петельки я вот так вот растягиваю. И они распускаются. Так как я начинала снизу набирать накиды. Петельки распустились до самого низа. Вот. Первая дырочка у нас получилась. Это двойной накид. Но он не такой широкий будет. Разумеется, он часто свяжется у вас. Здесь будет поуже. И также вы руками тоже их можете растягивать. Чтобы они четче были видны. Потому что в процессе вязания они начинают скрываться. Дальше вязали, как и вяжете. То есть просто вот. Провязываете петлю. И все. И вяжете, как обычно. Смотрите. У меня в этом полотне, в первом, который я уже провязала, 25 рядов. Как я их считаю? Я нахожу часть, где я не делала никакие накиды. Где у меня ровное, допустим, полотно. И просто считаю вот эти вот петельки. Видите, они идут одна за одной. У меня здесь их получилось 25. Значит, я и вот эту вот часть буду вязать, пока у меня не получится тоже 25. Чтобы перед и зад был идентичен. Давайте тогда, когда я провяжу свое полотно это и закончу, я покажу, как его закрыть и что делать дальше. Дырочки, вы поняли, вы добавляете в любом месте, убавляете в любом месте. В любом случае это будет, правда, круто. Все. Тогда довязываю и показываю, как я его закрою сверху, когда провяжу 25 петелек. Вот я провязала. Как мы закрываем? Вот сторона, где нитка, которую мы вязали. Я беру другую сторону, где нет нитки. Туда переворачиваю все вязание. И делаю следующим образом. Беру вот эту петельку первую. Поддеваю вторую и вытаскиваю. Одеваю. Поддеваю третью и вытаскиваю третью. Вторая, вот видите, упала сюда. Третью сюда одела. Подхватываю четвертую петельку. Ее протаскиваю. Третья вот упала сюда. Получается, вы одеваете, подхватываете. Ой. Одеваете, подхватываете следующую и вытаскиваете. Они у вас падают. В общем, делайте вот так вот до конца. И давайте в конце встретимся. Вот мы довязали. Отрезаем ниточку подлиннее. Она нам сейчас еще понадобится. Наша петелька. Вытаскиваем. Ниточку, чтобы мы отрезали, мы ее просовываем просто через эту петельку. И потом завязываем узелками, чтобы она держалась. Эту длинную, конечно, совсем отрезала. Короче. Главное, не очень короткая, потому что она нам понадобится. И вот так пару раз просто протаскиваем и завязываем узелки. Когда мы связали полотно, мы вверх вот так подтягиваем. Низ расправляем. Потому что мы здесь как раз набирали петли. Они еще туго могут сидеть. А к верху, когда я уже заканчиваю вязание, я стараюсь не делать накидок. То есть последний ряд у меня точно уже без накидов провязывается, чтобы не было дырочек каких-то здесь некрасивых. То есть накиды я заканчиваю за ряд, за два, до закрытия вязания. Итак, мы связали. Вот у нас одна часть. Вот вторая часть. Теперь мы их складываем вместе с друг другом. Они, видите, немного отличаются. Верх он такой более свободный. А низ там, где мы делали набор, он потуже. И я соединяю низ с низом, вверх с верхом. Вот. Низ к низу, вверх к верху. Теперь вам нужно взять за краешки, приложить это к себе. Вот это вот горловина. И понять, сколько вам нужно здесь по бокам сметать. Так, чтобы у вас пролезала голова. И на плечах это было там, где вы хотите. То есть, может, близко к шее. Да, вы прям хотите, чтобы это было. Может, по краям, чтобы это спадало с плеч. Вам нужно понять, где вам сейчас надо сшить. И поставьте там какие-то пометки себе, чтобы вы сняли потом. И знали, докуда вы это все сшиваете. Я делаю всегда примерно... Вот. У меня получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вот таких вот петелек. Семь петелек с каждой стороны я сшиваю. И если вы делали так же, как и я, набирали 40 петель, то можете просто так же, как и я, по семь рядов с каждой стороны убрать в плечи. Как мы сшиваем? Мы оставляли здесь ниточку. Вот она. Только что в вязании. Одеваем иголку. Находим краешек. Вот наш крайний ряд. И все. Находите петли. И просто делайте, чтобы шла... Ну, вот ряд у вас такой вертикальный. И кориду вертикальному с этой стороны. Чтобы просто все было идентично. Петель как петельки. И сшиваете столько, сколько вам нужно. То есть вот петля к петле. Лучше между каждыми делать еще узелочек. Чтобы наверняка... Следующий узелочек. И делайте... Я вот делаю семь с этой стороны, семь с той стороны. Давайте тогда сделаем и встречаемся. Вот я скрепила вместе две стороны. Одно плечо, второе плечо. Ну, вы их сложите вместе. Посмотрите, чтобы они были одинаковые. У меня получилось, что видите? Одна сторона чуть ровнее, а другая более полукругом. Это получается из-за того, что разные дырки. И где-то дырки сверху очень широкие. И из-за этого вот так выходят. Но это даже лучше. Когда вы наденете, у вас перед будет чуть короче. Зад будет чуть длиннее. И это круче выглядит, чем если бы было все одной длины. Но может у вас все ровно получится. В общем, это все зависит от того, как мы делали дырки. Это у нас получается изнанка. Потому что вот эти швы у нас будут на изнанке. Но пока мы не разворачиваем. Нам нужно таким же образом связать сейчас бока. Важно! Если вы хотите узкий рукав, это не значит, что вам нужно бок будет связать вот до суда. И чтобы вот это был рукавом, даже если у вас рука комфортно сюда пролезает. Потому что мы будем набирать петельки для рукава вот отсюда. И этих дырочек здесь очень мало. Оставляя даже вот столько на рукав, практически все, это будет тоже узкий рукав. Вы увидите это. Поэтому я советую снизу, вот если мы берем полотно, и у нас получаются ряды, да, такие рисунком. Рядов пять скрепить, не больше. С одной стороны и рядов пять скрепить с другой стороны. Давайте тогда скрепляем, скрепляем. Выворачиваем все это на лицо. И я покажу вам, как вязать рукава. Я подумала, давайте один бокс вяжем с вами вместе на всякий случай. Вдруг что-то было непонятно. Сейчас здесь главное найти правильно, где заканчивается край. Вот один. Здесь, видите, у меня нет ниточки. С той стороны я вам показывала. У меня была нитка, я и продолжила просто вязать. А здесь нет кончика. Поэтому я ее обычно закрепляю. Вот край наш. Ой, ну что так длинно-то? Я ее завязываю, оставляю болтаться достаточно длинно. Ну, потому что мне нравится. Если вам нравится, когда болтаются ниточки, тоже оставляйте. Мне кажется, это передает тоже красоту кофте. Лучше побольше завязать. Как говорится, перебдеть, чем не добдись. Все, и мы связываем сейчас этот бок. У меня получилось, кстати, не пять, а шесть, наверное, рядов. С той стороны. Складываю все это ровненько. И вот здесь схватили, здесь схватили. Узелочек для закрепления. Затянули. Этот ряд, этот ряд, этот ряд, узелочек. Затянули. Кстати, когда вы вяжете, вы потом эту нитку на лицевую сторону туда продеваете, чтобы она тоже оставалась болтаться с той стороны. Я здесь как-то прям дотошно не смотрю, чтобы все идентично сходилось с двух сторон. Но все равно примерно по рисунку вы видите, что вы рисунок в рисунок как бы соединяете. То есть, видите, тут такие бугорки, вот бугорки. Получается как бы бугорок к бугорку. Я мастер объяснений. Ну а как еще? Так, считаем рисунок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну да, все. Теперь две стороны сейчас соединим. Посмотрим, одинаково ли мы сделали. Вот один край, вот второй край. Да, все одинаково. Здесь сейчас еще сделаем два узелка финальных, чтобы закрепить посильнее. И все, и начнем рукава провязывать. Затянули. Все, и эту веревочку туда вовнутрь. Супер! Выворачиваем это все на лицевую сторону. И делаем рукава. Как мы делаем рукав? Вот наша дырочка, с которой будет рукав. Здесь, конечно, в идеале, если у вас будут спицы с маленькой леской, прям вообще скрохотно. Еще бывают укороченные спицы с маленькой леской. Это, конечно, классно. У меня таких нет, поэтому приходится мучиться с такими. Вот рукав, вот его нижняя часть подмышки. Берем этот кончик. Мы их потом свяжем, вот эти два кончика, но не сразу, чтобы туго не сделать. И теперь мы делаем следующее. Мы просовываем, сейчас вот так вот развернем. Вот наш кончик. Мы делаем следующее. Мы находим крайнюю петельку. Берем нашу ниточку. И ее вот так просовываем просто в петельки. И оставляем на спице. Потом смотрим, вот наша следующая петелька. Из двух ниточек она состоит. Мы в нее просовываем, захватываем, вытаскиваем, оставляем на спице. Следующая из двух. И так нам нужно сделать по кругу каждую петельку. В первом вот этом ряду я не делаю еще никаких наггидов, ничего. Потому что сначала надо ряд провязать, иначе это все слишком сложно становится. Сейчас вот чем ближе мы подходим, конечно же, к началу, где начинали проделать петельки, тем тяжелее. Потому что это большие спицы, длинная леска, и не очень удобно все это. Для этого, чтобы было удобнее, нам просто нужно леску в одной из петелек вот так просунуть. Тогда мы можем уже развернуть. В принципе, мы так и будем делать все вязание. Вот в подмышке маленькую дырочку мы тоже провязываем. Смотрите, и мы дошли с вами, получается, сделали целый круг. Вот две наши ниточки, которые мы свяжем. И вот начались наши петельки. Сейчас нам нужно будет провязывать рукав по кругу, также формировать дырочки, делать все то же самое, что мы делали на основном полотне. Здесь неудобно, я все петли на края спиц поднимаю, и поудобнее становится. Вот видите, смотрите. Просто покажу, как я вяжу. Один ряд мы провяжем. В общем, вы вяжете рукав по кругу, как я добавляю здесь дырки. В отличие от самого изделия, в рукаве я дырки всегда добавляю практически одинаково. Потому что я один раз связала, и мне так очень понравилось. Сейчас вам покажу. Мои дырки на руке выглядят следующим образом. Одна большая дырка идет от плеча до локтя. Вот здесь, прям от той части, где мы провязывали, где у нас шов. От этого шва со второго ряда идет дырка в два накида до локтя. С внутренней стороны идет дырка с пятого ряда и практически до самого конца, тоже в два накида. И между ними, когда вот это на локте заканчивается, с этих уже других сторон, то есть как четыре стороны света, с этих двух других сторон, незадействованных еще, у меня в один накид идет дырка. Я не знаю, понятно это стало или нет. Вы можете делать, как вам удобно, но мне вот такой прием больше всего понравился. В общем, что, вяжем рукава. И у нас все готово. Свяжу покажу, да? Ты досмотрела видео, я надеюсь, что ты связала кофту и она получилась у тебя классной. На этом канале выходят новые видео каждую неделю, а бывает и чаще. Поэтому подписывайся, ставь колокольчик и давай вязать вместе. В своем инстаграм я каждый день рассказываю о том, что вяжу сейчас. Там очень много всего интересного. Подписывайся туда тоже, я думаю, мы подружимся. На следующей неделе я буду вязать новую классную сумку и кофту-сетку, но уже необычную. То есть это был такой урок номер один, чтобы дальше я могла уже вязать вместе с тобой более продвинутые версии этой сетки. Ну все, до новых встреч. Пока-пока.